Девушки отдыхают Вы считаетесь лучшими детективами. Что думаете? Похоже, ограбление пошло не по плану. Это явно было заказное убийство. Вот чёрт! Кто-то решил разделаться с куклами. Гэри. Что? Прояви хоть каплю уважения к усопшим. Я есть хочу. Мы должны поймать этих ублюдков. Иначе трупов будет ещё больше. Ты самый крутой коп в городе. А ты не самый дерьмовый напарник. Я не знаю, комплимент ли это, но спасибо. Безумные времена требуют безумных поступков. Да ёпка! Кони, ты цела? Похоже, по шву треснула. Ну-ка, зацени товар. Спасибо, не хочу. Сыба! Извини, Филлипс. Кажется, я убил твою кожаную подружку. Отличная дрянь! Игрушки для взрослых. Фил у себя? Обслуживает клиентку. В каком смысле? В том самом деле. В кинотеатрах с 27 сентября. Если я жесток с тобой, то только потому, что наш мир жесток. Ты же сам это знаешь. Просто постарайся не попадать в неприятности. Ладно? О, боже. Твой брат вышел из тюрьмы. Жаль, я давно не был дома. Но я хочу, чтобы ты знал, ты очень дорог мне. Будь поосторожнее с ним. С возвращением, дружок. Я помню, что за мной долг. Не сомневайся, я все отдам. Ага. Отпустите его! Это еще что за хрень? Что это за штука? Ношел. Ее же наверняка кто-то ищет. У твоего брата опасная вещица? Надо бы кому-то сообщить. Нет, не надо. Найдите его. Он здесь. Те, кто за нами гонится, очень опасны. Пусть я плохой человек, но как же круто впервые в жизни почувствовать себя братом. Он вляпался во все это из-за тебя. Но рано или поздно он с ними разберется. Будь к этому готов. Они уже близко. Бежим! Как ты мог за все это время ничего мне не рассказать? Пошли, пошли! Отвержитесь от моего брата. Ты бы поставил эту штуковину на единичку, а? Говорят, в таких местах ничего невозможно скрыть. На что, если это всего лишь видимость? Уверен, сегодня тебе повезет. Да, время пришло. Я чувствую, наступил тот самый день. Давно не виделись. Тебя было непросто найти. Как поживаешь, Джон? Это имя осталось в прошлом. Мне очень жаль. Может, скажешь, зачем ты здесь? Мой муж не знает тебя в лицо. Ты был прав насчет него. Он жесток с тобой? Что это? Просто царапина. Как интересно. Я хочу, чтобы ты пригласил его на яхту, а потом скормил акулам. Кажется, она приехала только ради тебя. Не поддавайся соблазну. Не путай добро со злом. Считается, здесь ничего невозможно скрыть. У нас завтра важный день. Мне известно про ваш план. Но, похоже, я один чего-то не знаю. Как это объяснить? Что ж, удачного тебе дня, Дил. И сделай правильный выбор. Прошу, помоги мне побороть изгружение. Возьмешь его с собой? Ты сошел с ума. Жена предупреждала меня о твоем упрямстве. Что-то не так. Ты мне расскажешь, в чем тут дело? Порой из лучших побуждений мы творим страшные вещи. Море соблазна. Смотрите в кинотеатрах с 15 ноября. Альма любит экспериментировать с эмоцией. Сейчас они работают над постановкой неспящих. Знаю. Воздержание от сна. Нам разрешили использовать здание заброшенной психиатрической клиники. Я хочу спать. Не прикасайся ко мне! Ее звали Дора. Пациент номер 101. Она стала вести дневник в форме театральной пьесы. Слышу, как дочь рыдает по ночам. Нет, нет, нет. Скажи, как будто обращаешься к ним. У меня нет сил. Еще раз. Я оказалась где-то еще. как будто покинула свое тело. И иногда их видно через огонь. Кого? Сколько ты уже не спишь? Дора не даст тебе уснуть! Не надо, не сопротивляйся! Ты готов переступить порог? Инсомния В кинотеатрах с 28 июня Вы что, хотите влезть в чужой дом? У нас традиция. Мы ходим в гости без хозяев. Серьезно? Сеанс спиритизма? В доме кто-то есть. Вы не до конца понимаете масштаб происходящего. Что это за твари? Что это за твари? Вот это я их сюда привел. Ко мне, Бэль! Тебе понравится. Полный вперед! Это для вашего сына? Да, почти. Надеюсь, ему понравится. Мы не виделись два года. Стой! Дерпи, персты! Один двигатель отказал! Где она? Уверен, она жива. Нужно лететь к месту катастрофы. Сам знаешь с кем. Нет, только не с этим психом. Но у него есть самолет. А кто он такой? А ты еще что? Собака. Это медведица, а не псина. Она смирная. И привяжи это чудище. Моя племянница исчезла. Только вы можете помочь. Смотрите, оранжевый дым! Там Анжелина! Ты пролетел мимо. Ты смеешься? Где твой отец? У меня его нет. Ладно, проверим мы твой дым. Теперь приказы буду отдавать я. Ясно? Меня зовут Габриэль. Где твои родители? Они с пожарными. Они помогут нам найти Анжелину. Нет, это исключено. Слишком опасно. Анжелина не вернется. Я знала, что тебе нельзя верить. До встречи, коротышка. Коротышка. Я никогда не дружу с девчонкой. А кто сказал, что мы друзья? Мы в ловушке. Нужно посмотреть сверху. Нам туда! Теперь приказы буду отдавать я. Ясно? Дамы и господа, пора заглянуть в человеческую душу. Стендап – это выживание. Это моя жизненная сила. Это то, что я должен делать. Я никогда не видел никого подобного Робину. Он выделялся, как никто другой. Я не просто шучу. Я использую персонажей как проводников. Эсмераль, да почему ты приходишь только по воскресеньям? Он правил сценой. Смотришь на утконоса и думаешь, наверное, бог был упоротый. Он курил и думал, так, возьмем бобра и приделаем ему утенный нос. На сцене он был в своей стихии. А вне сцены, мне казалось, он старался не сорваться. В детстве вы боялись, что вас бросят? Да, это главный страх каждого ребенка. Он определяет многие ваши поступки в дальнейшем. Он всегда искал общение. Ему было необходимо общаться и смешить. Каждый носит в себе какую-то глубокую тайну. Робин принимал наркотики. Иногда было страшно убежать, иногда страшно столкнуться. И вот теперь ты, завязавший алкоголик, стоишь со стаканом газировки и говоришь, «Мне стало намного лучше!» Мой папа не всегда чувствовал свой успех. Но он самый успешный человек, которого я знаю. Он заставлял всех смеяться и смеяться. Он звонил мне, оставлял голосовые сообщения. Это Робин. Люблю тебя. Пока. Ничья с тремя людьми. Это как сказать «Да пошел ты, Робин!» Давайте. Тебе дана искра безумия. Она угаснет. И ты пустое место. Робин Уильямс. Загляни в мою душу. Премьера одновременно со всем миром. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке. Один из самых удивительных опытов в человеческой жизни – ощущение взаимосвязи между людьми. Осознание, что ты нашел того, кто предназначен тебе судьбой, кто никогда не бросит тебя. Вот что по-настоящему важно. Машина рассчитывает вероятность того, что пара останется вместе. Шансы, что ваши отношения будут успешными – 75%. Поздравляю. Зои, я хочу тебе кое-что показать. Мы буквально учим его чувствовать. Зои, Коул хочет приступить к моей социализации. Я попросил начать с урока танцев. Славная идея. Что, если я скажу вам, что я синтетик? Что я могу понять ваши эмоции и чувства лучше, чем кто-либо из присутствующих? Мне интересно, думаешь ли ты обо мне? Я надеялась, ты чувствуешь то же самое. Я не разобью вам сердце. Никогда не брошу. Я создан для того, чтобы любить и понимать вас так, как не способен ни один человек. Ты ведь знаешь, что мне больно, когда ты рядом с другим. Нули и единицы. Роботы не способны чувствовать так, как люди. Да. Проверь нашу совместимость. Шансы, что ваши отношения будут успешны, равны нулю. У вас фундаментальная несовместимость. Что это значит, Коул? Мне нелегко признаться. Это был тест. Прости меня, Зои. Это же моя жизнь. Ничего не понимаю. Я хочу, чтобы мы стали парой. У вас все было по-настоящему. Я все испортил. Пожалуйста, Коул, мне нужно знать, что будет с нами. Нет, нет, нет! Мама? А что с твоим животом? Привет. Я Тали. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Когда только выходишь замуж, все классно. Но когда у тебя трое детей, чувствуешь себя с загнанной лошадью. Все будет хорошо. Не будет. Кажется, что ты только припудрила носик, а приглядишься, ты вся замазана тональником. Я помогу тебе справиться. Из отдельных кусков ничего не следишь, если не знаешь, что собираешь. Да. Я уж сама забыла, какая я есть на самом деле. Слабый уходит, или? Или становится сильным. Слабый уходит сильным. Врыви характер. Когда в первый раз она, конечно, не пришла, мы с ней глазами встретились. И сразу поняла, что я, говорит, моя лошадь. Это не просто скачка, это война. Ей победа нужна любой ценой. Пап, ей просто повезло. Везет сильно. Я должен попасть на турнир. Я хочу победить. Где папа? Видите, какого я вам профессионала раздобыл? Но детей любят, поэтому согласился. Ну, если мы не будем ее ждать, он может никогда не прийти. Научиться извлекать вокс-поражение, это целая наука. Совсем как отец. Ты хотел, чтобы я стал, как ты? Я стал. Таким, как я? Никогда я этого не хотел. Я хотел, чтобы ты стал лучше, чем я. Борьба! Ах, какая опасная ситуация. Какие страсти, какой накал. Но мне нужно вернуться на канал. Это моя жизнь. Я не могу жить без этого, ты понимаешь? Подношу к ней свою руку. От нее ток идет. От меня-то кто же нет? Это достойно финала Лиги Чемпионов. Ты всех сделаешь. У тебя лучший папа. А у меня лучший сын. Добой! Эй, Биггель! Биггель! 20 лет назад ты вел дело по Биггель-Смолсу, верно? Я журналист. Почему это дело было важно лично для тебя? Подобные убийства остаются нераскрытыми, если в этом замешана полиция. Я видел материалы дела. Есть подозреваемые? За 20 лет ни одного ареста. Есть версия, что убийство Тупака дело рук Бигги-Смолса. Бигги не заказывал Тупака. А факты говорят о другом. Если докажем связь между полицией и убийством Бигги, накроем всех продажных копов. И городу придет конец. Стоять! Почему вы утаили связь полиции с Детроу Рекордс? Я не могу комментировать внутреннее расследование. Пока дело не закрыто, эта улика не подлежит разглашению. Каждый день мы ходим по лезвию бритвы. А ну-ка, все на пол! Быстро! Если б ты знал, на что способны лос-анджелесские копы. Мы отклоняемся от главной темы. Суть я уладил. Чего? Из машины! Живо! Люди! Кто стрелял в Бигги Смолса? У этой истории может быть только один финал. Красота какая! Это где? Там, моя дорогая, где тебе через неделю стукнет семнадцать. Офигеть! Мы это заслужили. Пашем как лошади. Ага, поедем на пляж. На туз уйдете? Нет, нам завтра на работу. Хреново вам. Зато через неделю мы будем на пляже. Снаксшибательный дебют Августин Фризел. За что? Слушай, одолжишь немного на квартплату. Дастин, немного это сколько? Всё, что есть. Так, 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 вы смотрите! Кому пора на пляж? Нам пора на пляж. Так на вечеринке у вас не будет? С бодуна на работу нельзя. Да, мы, чтоб с утра были здесь. Чисто поздороваться заскочим. В таком виде на работу припёрлись? Алло. Она догадалась. Как она догадалась? Не смей меня здесь бросать. Я без тебя сдохну. Знаете, почему я разочарована? Вы же умные, весёлые. И работать умеете, и отрываться. Если б не вы, я бы тут давно вздёрнулся. Так не тратьте свою жизнь понапрасну. Куда же я от тебя делась? Делать вам больше нечего. Постыдились бы. Грязные, грязные вы, девки. Точняк. Никогда не возвращайтесь. Что ж вы тупые? Знаешь, что тупо? Два дня не срать, потому что в тюрьме сидишь. Так ты и не сходила? Я сказала, что не могу. А вчера как же? Там даже кабинок нет. Блин, ну так нельзя. 3 августа. Вас не интересует, есть ли мне что сказать. Для вас главное утвердиться в собственном мнении. Передо мной стояла задача спасти любимую родину от уничтожения. Вы занимаетесь тем же. Основано на невероятных реальных событиях. Есть зацепка по нашему величайшему врагу. Адольф Эйхман. Автор окончательного решения? Он бесследно исчез в 46-м. Последние данные указывают на Буэнос-Айрес. Этот тип убедил раввинов лично загружать составы. Добровольно. После войны один из самых безжалостных приспешников Гитлера сбежал. Если это он, нам нужен элитный отряд. Я не стану вступать в двойкарательный отряд. Я бы с радостью пустил ему пулю в лоб. Но у нас другая задача. Нам приказано вывести его из страны. Эйхман предстанет перед судом в Израиле. Осенью. Подумайте, что это значит. К ответу публичным будет привлечен тот, кто стоял за истреблением миллионов. Миссия во имя справедливости начинается. Анналы истории хранят память нашего народа. Книга воспоминаний все еще открыта. И вы здесь и сейчас есть рука, держащая перо. Если преуспеете, впервые в истории мы будем судить своего палача. Как предостережение всем, кто решит следовать его примеру. Если же потерпите неудачу, он уйдет от правосудия. Возможно навсегда. Загляну вас. Преуспейте. Операция Финал Оскар Айзак Бен Кингсли Кларенс, дружище. Слушай, я опоздал. Дай проехать. Будь человеком. Без пропуска нельзя. Чувствуете себя одиноким в офисе? Лови, слабак! Не вписывайтесь в коллектив? На что уставился? Девушка мечты вас совсем не замечает. Как всегда, по понедельникам у тебя ломается будильник. Коллеги напоминают кучку маньяков. Возможно, так и есть. Он был ужасным безграмотным. Ошибки в каждом слове. Пришлось с ним распрощаться. Ты не знаешь, что за хрень происходит. Пугалтерия как с цепи взорвалась. Уйди. Я занят. Пора валить, пока мы сами не озверели. Давай, бежим. Пошел вон. Помогите. Ты как? Ты выпил золот? Что? Нет. Золот. Энергетик нового поколения. Напиток был разработан для армии, чтобы сделать солдат выносливее, но что-то пошло не так. Погнали. Какого черта? Надо уносить ноги. Даже не хочу знать, как это произошло. А мне интересно. я больше так не могу. Ты нам нужен. Давай, покажи свой боевой оскал, приятель. и глазами. Ложись! Офисный беспредел. Смотрите в кинотеатрах с 19 июля. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok